МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению в Хакасии и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сделать это нам поможет наша сегодняшняя гостья, режиссер Вера Петровна Мазнецова. Вера Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! Вера Петровна, вот примерно такой вы пришли на телевидение. Знаем, что сюда, на телестудию, вы пришли именно после школы. Да, пришли помощником режиссера. Но до этого было несколько месяцев работы. Мы знаем, что вы достаточно настойчиво хотели работать именно здесь. Расскажите, почему именно телевидение? Ну, самое страшное, когда вот обдумываешь, а кем хочешь быть. Я, кстати, 11-летку заканчивала нам, Хрущев продлил несколько. Нашу юность школьную. Так вот, наш городок был тогда такой махонький. Асфальт-то не везде был, деревянненький. И сильно пойти, ну, некуда было. А вот хотелось такого, чтобы это не было рутинно, это было всегда что-то новое. И вдруг я узнаю, что вот есть такое у нас, где-то телевидение возникает. Ведь это вообще время, вот, 60-е годы. Это вообще очень интересное время. Может быть, в этом смысле вот нашему городку и повезло чем? Что у нас появилось, пусть оно сначала было любительское, свое телевидение. Но все-таки, вот посмотрите, в центре, в Москве, в Ленинграде, первое вообще зарождение телевидения, вот сейчас апрель, мы 30-го апреля, 31-го года, был первый пробный, проба телевидения. Это рождение телевидения считается. 31-й год, в 38-м Шаболовка открывается, там вот Шуховская знаменитая-то башня, она радиобашня была, но потом она и сигнал телевизионный. Там всего в 39-м году в Москве было, представьте себе, всего 100 приемников. Всего 100 приемников, то есть 100 семей могли посмотреть это телевидение. Но потом война помешала, видите, развитию телевидения. И только в 55-м, 56-м году Москва и Ленинград начали вещание. Они регулярно, 5 дней в неделю, по 2-3 часа. А у нас, ведь, казалось бы, за холостный маленький городочек, всего через какие-то 3-4 года энтузиасты открывают, пусть любительское, но свое телевидение. У нас своя Шаболовка была, пожалуйста, на Аскизской. И там молодые начинали. Вот как раз я бы хотела сказать о том, что начинали-то у нас вот такие люди, как Рафаэль Миневич Козьмин. Ведь нам повезло, что в 61-м году он сюда приехал. И вот ячейка зарождения нашего телевидения, она как раз приходится на 61-й год. И еще благодаря чему это произошло? Потому что в 60-м году выходит постановление партии правительства, которое так и называлось, о телевидении. И вот это было для нас, как говорится, манной небесной. На местах стали развивать региональные. Небольшая такая конторка была на Богдана Хмельницкого. И там вот два человека начинали. Рафаэль Миневич Козьмин, профессиональный оператор, кинооператор, у которого за плечами было уже 30 лет работы в документалистике. Он начинал на Дальнем Востоке, еще Блюхера там снимал. В 38-м году Блюхер, как говорится, был репрессирован. А то есть, значит, до 38-го года еще началась трудовая деятельность нашего Рафаэля Миневича. И вот они вместе с Георгием Федоровичем Тапановым начинали все это. Тапанов был профессиональным режиссером. И к ним в помощники тогда назначили двух девочек. И, кстати, проявка была, какая примитивная, конечно, первое время. В бачках в обыкновенных. И вот Люся Шерстнева и Алла Труфанова, Старухина, они вот так вот и проявляли. Так не было еще должностей. Одна считалась, конечно, проявщицей, а вторая просто помощник-операторой. Кто встретил вас и как вас встретили? Я пришла немножко позже, когда уже эпопея с первыми шагами закончилась. У нас уже здание стояло новенькое. Еще я пришла, еще оно пахло краской. Первый год эксплуатировалось. Это вот бывшая Роза Лексимбург. Вот здесь двухэтажное здание, обычное такое. Незамысловатая архитектура, но, тем не менее, вместившая в себя около восьми редакций, по-моему, тогда было. Но я пришла, меня поставили помощником в павильон. Вообще помощник режиссера – это разнорабочий, так скажем. Здесь и подготовка к эфирам, здесь оформление павильона, здесь дежурство на эфире, когда нужны какие-то заставочки, ты обязан проследить. Вот эта заставка в эфире уже была, ее нужно снять, следующую заменить. То есть весь порядок и монтажный лист ты должен соблюсти. Ну, а кроме того, вот мы начинали под началом Тамары Константиновны Щукиной, ну, милейший души человек, маленькая такая, хрупкая женщина. И вот чем она подкупала, это вот очень искренне. У нас, вот я говорю, что Рафаэль Минеевич, это вот то поколение, что режиссер новостей Хаббарлар вела Анна Ильинична Тодышева. Вот они люди другого немножечко поколения, это 20-е годы рождения в основном, но они вот, их искренность и вот такая вера в людей, она подкупала. И вот мне чем нравилась Тамара Константиновна, ошибки по молодости совершаются, все равно какие-то. Она не будет кричать тебе, что-то она подойдет, тихонечко отзовет и скажет, вот, Верочка, здесь надо было так сделать. Вот это замечательная женщина была. Помните свой первый эфир? Какие там были чувства? Нет, вот вы знаете, когда за пульт села, не помню, не волнуешься, пока ты не сел за пульт, потом ты сел, тебе некогда, там, как говорится, как летчик в полете. Ты следишь за одной картинкой, за другой, делаешь на пульте следующее, даешь команду, может быть, звукорежиссеру, следишь за тем, что говорит ведущий, потому что тебе по фразе нужно переключаться. Это довольно-таки процесс напряженный. И потом уже ты как бы растворяешься во всем том, что у тебя есть, и ты уже не обращаешь внимания ни на что. Вот у тебя сценарий, только выбить может из колеи тебя только то, что вдруг техническая какая-то неполадочка. А в целом уже в голове ты проиграл все действия, ты знаешь, порядок действия. И поэтому вот все должно идти как должно. Я эфир первый, вот именно как ассистент режиссера, хотя я в довольно трудную редакцию выбрала музыкальную, я не помню. Там было очень много музыкальных коллективов наших самодеятельных, это когда больше, много людей, это довольно сложно и для операторов в студии, и для режиссера. Павильон-то маленький, но вот я не помню. А когда выходила в эфир у титровой доски, когда вот показывает Абакан давали, вот это я на всю жизнь запомнила. Насколько я была в напряжении, я боялась. Смотрела на этот титр, ты боже, не упади, только не упади, пока идет вот эта шапка выхода в эфир. Вот это я хорошо запомнила. То есть было уже ощущение, что действительно ваша работа... Да, я вот уже поняла, что вот эта картинка идет в эфир, ее люди видят, вот что главное, чтобы она только не упала. И в тот момент было ощущение, что все, вот вы теперь причастны к чему-то очень такому большому, значимому, все-таки, что вы теперь работаете действительно на телевидении? Вы знаете, ну, конечно, мне нравилось именно то, что это новое, это новое и очень интересное. А так, значимость или нет, ну, сильно об этом я не думаю. Из помощника режиссера вы достаточно быстро стали режиссером полноправным. Как вы уже сказали, выбрали музыкальную редакцию. Чем она вас тогда привлекла? А, ну, наверное, тем, что в молодости вообще очень увлекаешься музыкой, и все. И здесь считал, что, наверное, это очень интересно. Со мной вместе как раз поступала Надя Рутианиде, и она тоже через несколько месяцев была переведена в отдел писем. Так вот, письма в основном, как она вспоминает, приходили у нас в молодежку, в детскую и в музыкальную. Ну, музыкальную они проходили, потому что там шли концерты по заявкам. Да, вот хотелось бы поподробнее остановиться. Сейчас это привычные жанры позвонить, это на то же радио, в радиоэфир. А тогда, понятно, все с замиранием сердца ждали выхода в эфир. И что вы показывали тогда? Да, честно было, что мы были одни, никаких у нас, как говорится, не было конкурентов, пока у нас орбита не введена была в строй. Мы работали только, вот одно наше телевидение, и показывали фильмы, концерты, и вот свою продукцию. И когда показывали эти концерты, почему? Потому что люди эстраду больше нигде они не могли увидеть. Не то, что услышать они могли на радио, но здесь же преимущество, они могли увидеть своих любимых артистов. И поэтому, конечно, я говорю, вот, да дыр затирали эти самые популярные песни. Монтажницам было очень сложно. Это вот каждый раз нужно было перемонтировать, опять отрезать, склеивать. А сидя на эфире не надоедало слушать одно и то же? А музыка, она никогда не надоест, наверное. Подскажите, такая вот обратная связь с телезрителями, она придавала какого-то особого воодушевления, может быть, ответственности особой? То есть вы тогда уже... То есть это наглядный пример того, насколько действительно вас смотрят и сколько телезрителей... Ну да, письма, это как раз... Ну, не надо обращаться. Занятые люди, молодые люди, они не будут нам, как говорится, с нами делиться. Но попадали довольно толковые, как говорится, люди, которые давали нам, может быть, советы какие-то, чего-то требовали, о чём-то рассказывали. То есть связь была, и нужность в своей профессии, конечно, чувствуешь, когда ты нужен, хоть в какой-то ипостаси людям. Это вполне естественно. Ну, вообще, работа режиссёра, она такая творческая. Вам приходилось в вашей практике, может быть, несколько примеров того, как вам приходилось подключать смекалку буквально, чтобы как-то разнообразить эфир, чтобы действительно на выходе картинка радовала телезрителя? Нет, ну, художественные приёмы, они, конечно, я говорю, что возрастали по мере смены и усложнения оборудования. А поначалу, конечно, хотелось и звёздное небо где-то показать, когда лирические были моменты, и, может быть, даже вот что-то природы, кадры. Но ведь у нас тогда была только плёночка, видите, негативная в основном, и она расходовалась очень бережно, потому что это дорогое удовольствие. На всё ведь её не за... И потом она не может передать того, что вот сейчас может картинка, как мы говорили, на пленере. Почему? Старались открыть хотя бы павильон и та вот с крыльца хотя бы показать окружающего. То, что у нас там фонтан этот был. Старались выйти за пределы павильона, потому что он ограничивает во многом, конечно, это место замкнутое. А хотелось вот выйти ближе как бы и к природе, и к людям, быть может. А вот ваше непосредственное начальство, руководство поощряло такие вот творческие изыскания? Как вообще относились? Ведь коллектив был молодой, наверняка фантазия была буйная. Нет, ну смотрели, и всё, как говорится, у каждого ведь всё равно есть где-то вот чувство меры, оно должно быть. Если оно нам отказывало, ну были старшие товарищи, которые могли подсказать, что вот здесь вот немножечко перешли границу, быть может. А вот те самые легендарные прямые эфиры, многочасовые, вам ведь тоже довелось в них работать. Подскажите, а вот такое понятие, как хронометраж, ведь рядовому человеку оно непонятно, когда время сжимается до нескольких секунд, и вот перебор даже в 10-20 секунд, это вот смерти подобно в прямом эфире. У вас были такие ситуации, когда приходилось чем-то жертвовать, либо наоборот, вы вот доводили до конца? Если позволяли, вообще первое время это достаточно мягко было, могли 5 минут, 6 перебрать. Потом стали, как говорится, ужесточать требования, ну одна-две минуты. А бывало ведь и наоборот, вдруг не пришёл выступающий какой-то прямой эфир, или что-то не заладилось, или материал не был готов. Могли же сделать так, что и передача могла быть сокращена. Для этого у нас кинорезерв существовал тогда, ставили мультики или ещё какие-то там по теме и по времени. Если это детское время, то пожалуйста. Кстати, о детях. Вот я бы хотела сказать, что ведь чем ещё наше телевидение? У нас была своя тётя Валя, которая вместе с кукловодом Ниной Никандровной, помню, они отправляли наших деток спать. И вот теперь уже эти детки выросли, у них у самих внучата уже есть. Но они помнят, как они бегали по соседям, искали где-то телевизоры, чтобы посмотреть тётю Валю. Вот почему много писем шло и в детскую редакцию. Потому что там работала вот тётя Валя в «Спокойной ночи малыши», а режиссёром у них была наша Замачегова Томочка. У Тамары Константиновны она осталась, как говорится, одна. Но потом у неё появилось мощное подкрепление в виде нашей Раечки Бадяшкиной. Этот человек, вот вы увидите, она женщина средних лет, абсолютно ничем не примечательной внешности, пройдёт мимо, не заметите. Вот такая среднего роста крепкая, сколоченная. Но Раечка, она, во-первых, не боялась никакой работы, но мы её любили за то, что она была великолепным рассказчиком. Она могла вот так скопировать человека, вот простой человек, а в нём, посмотрите, какая творческая жилка есть. Вы так тепло отзываетесь о тех людях, с которыми вам довелось работать. Действительно, тот коллектив, так как вместе начинали, да, на ваших глазах зарождалось телевидение именно в Хакассии. Он был как единая семья, это так? Были очень близкие отношения? Были нормальные человеческие отношения, потому что, допустим, ведь ещё очень многое зависело вот в качестве вещания то, какой редактор. У нас тоже ведь люди пришли, они не знали, что такое телевидение, а редакторы первые у нас были, стоит о них сказать, это такие, как Владимир Ишетников. Пусть он и вёл редакцию пропаганды, это считалось очень серьёзной редакцией, но ему доверяли любую передачу, очень ответственную, когда нужно было, допустим, в край вести ещё что-то. То есть это опытные журналисты пришли, Юра Забелин, Юра Пасхальный, Сергей Пестунович. Вот они начинали, и пусть они пришли из газет, с радио, но они уже имели за плечами, что называется, журналистское образование. Это очень важно. Поэтому вот с профессиональной точки зрения у нас были, как говорится, хорошие задатки и в киногруппе, и в журналистике. А это вот два, как говорится, столпа, которые и держат, в конце концов, телевидение. Режиссёр остаётся только, как говорится, не испортить всю эту картинку. На Ваших глазах телевидение развивалось, произошёл технический, без привлечения, прорыв. Какой из переходов дался наиболее болезненно? Ведь действительно очень много этапов. Вы знаете, я всегда приветствовала всё новое. И для меня это было, в общем-то, очень радостное всегда событие. И я садилась и штудировала инструкции, какие требовалось, и осваивала. Поэтому мне всегда это было как бы в радости. Современное телевидение и те методы приёма, с которыми сегодня работают режиссёры, журналисты, как Вы его оцениваете? Я должна сказать, что я теперь ведь не через зритель, осознаюсь честно. Я уже третий год, как у меня телевизор вдруг стал барахлить. Я его отключила, и теперь я ныряю только в интернет. И там я смотрю то, что мне нужно. Поэтому здесь я быть компетентной уже, к сожалению, не смогу. Но, с одной стороны, может быть, это и хорошо. И теперь хоть коллегам не надоедай, если я вдруг выловила какое-то неправильное выражение. Я раньше не могла себе не позволить такого, чтобы не позвонить. Теперь они отдыхают. Я думаю, что Ваше мнение всегда было особенно ценно, как действительно от профессионального человека. Да, это просто привычка. Вообще, с начала 90-х годов телевидение стало высокотехнологичным. И бытует такое мнение, что человек с его духовным миром уже не столь важен. 15 лет назад, к 40-летию гостелерадиокомпании, Татьяна Баулина, всеми любимая журналист, делала передачу «Молодая экономика», специальный выпуск. И тогда Ваше мнение по этому поводу, она спрашивала, именно вот все, что касается технологического прорыва. Давайте посмотрим. Ну, давайте. Мутность, эту приобщенность, мы ее потеряли, конечно. И даже вот сейчас, когда зритель смотрит прямые эфиры, да, мне кажется, он их и не воспринимает уже прямыми эфирами. Такая лоск, это все, как говорится, с иголочки, все. Настолько нет жизни, вот честное слово, в том жизни нет. И поэтому говорят, что вот техника на первом месте, да не правда это, что на первом месте. Человек, это вот все, как поется в той песне «А без меня тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Ну и действительно, что техника без человека. Вы согласны с этим? Ну, в принципе, да. Человек это всему, как говорится, здесь вершитель. И у нас, я еще бы, знаете, вот, хотела сказать о чем. Вот мои коллеги, все они люди и занятые, и обремененные семьи. Но тем не менее, вот вы знаете, самое интересное, вот штрихи вот к портрету как бы нашего поколения, в чем? Они находили время для того, чтобы и читать. У нас вот Тамара Замачкова, она была, ну, как сказать, приверженец прозы. У нее богатейшая библиотека, у нее была. У Юры Пустовой-то с Валей Поляковой была тоже очень богатая библиотека. Спасибо огромное, что вы нашли время прийти к нам в студию и поделиться своими воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные, когда многих, о ком вы рассказали, к сожалению, уже нет на этом свете. Спасибо еще раз. Ну, они оставили свой след. Пожалуйста. Сегодня с Верой Петровной-Мазнецовой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, развитие телевидения Хакассии вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия-1. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова